Это сейчас закрытый кран, поэтому еще идет напор. И грязно. Видите, какая вода. Вот, смотрите, что в воде. Такую воду вынуждена пить пенсионерка, но и это она смогла позволить себе только сегодня. По словам жительницы дома, который давно трещит по швам, воды не было почти неделю. Батарей в квартире тоже нет. Хозяйка давно отказалась от такой роскоши. Нечем платить. Я вообще не плачу, потому что с меня высчитывают все. Как говорят, все высчитывают. Так, за коммунальную воду, там все. А за что я должна платить? Горячей воды нету. Мыть-то я не моюсь, потому что мне нет. Этого титана у меня нету. Чтобы его поставить, надо деньги. Газа у меня нету. Так что живу вот так, как могу. Куда я пойду с федером на улицу выливать? Везде. Канализация тоже не работает. По 600 рублей платит каждая себе. И мало. Люди возмущены. Из-за отсутствия условий они не могут нормально пользоваться туалетом. Воды-то нету. Если туалет со второго этажа спустишь, значит отвалий идет к соседям. Там канализация не работает. Там снегом завалило, надо чистить. Кто пойдет чистить? Сельчане писали жалобы, однако их проблемы так и не решили. У нас, в общем, катастрофа с возоснабжением, потому что трубы ржавые все. Там это аж мюрки летят. И это самое в этих кранах. И вот это вот сложение. Сгнили все трубы. Вот. И вот это самое. И отправила это в администрацию губернатора. Вот. Вот это самое. Но потом вот я письмо вот это, куда я сделала, тоже мне пришло письмо из этого самого, от этого. От главы администрации у меня. У нас все в порядке. Я говорю, а нельзя летом это сделать? А он повернулся ко мне, на меня смотрит, говорит, а ты что, самоумный что ли здесь? Но до порядка здесь явно далеко. По словам оторванных от жизни жильцов, засыпать место аварии шлаком – это не решение проблемы. Вы говорите, что здесь не прорваты. Ну как здесь не прорваты, если она опять набежала? Вова, она вон там порвата. Вова, да здесь не прорвата. Здесь же следа стоит. Следа стоит. Да я разве сказал, что она не порвана? Я говорю, она не здесь порвана, а вон там вытекает из-под дороги ручеек. Вова, какой ручеек? Откачали на утро, уже опять была полная вода. Из 10 квартир, получается, до 14 лет у нас несовершеннолетних детей 14 человек. То есть есть 9 человек у нас детей до 5 лет. То есть мы очень боимся, что вообще, в принципе, выпускать детей на улицу, потому что вот здесь вот такие вот ямы, то есть что они могут упасть, либо утонуть, либо ломать чего-нибудь. Чтобы разобраться в сложной ситуации, мы позвонили председателю Союза жилищно-коммунальной организации Алтайского края Дмитрию Лопаткину. По магистрали поменяли, которая там идет по улице Молодежной за счет денег администрации. Глава выделил своим распоряжением. Несмотря на то, что долги у этих четырех домов составляют 2 миллиона 800 тысяч, то есть там практически люди не платят уже многие годы за то отопление, за ту воду, которую потребляют. По словам Лопаткина, заменить трубопроводы планируют в течение этого года. На это администрация Павловского района выделила 1 миллион рублей. Сейчас аварийное место засыпали. Вернуться к работам планируют весной. А вот с подачи воды, несмотря на многочисленные жалобы, по словам руководителя Павловских коммунальных систем Сергея Цыганкова, все в порядке. Сейчас жителям, получается, что нужно сделать, чтобы у них не было таких проблем? По словам Цыганкова, вода к домам подведена, но внутридомовые сети – забота самих жильцов. Поэтому, чтобы наладить условия проживания, сельчанам придется все же взять на себя ответственность и принять участие в благоустройстве собственного жилья. Хотя бы начать платить. София Яценко, Вадим Быстревский. День с толком.